коллеги мы с вами научились проверять объекты которые собираемся выкупить но если мы работаем с инвестором нам также необходимо собрать информацию об инвесторе это важно для вашей безопасности и вашей комиссии чем больше вы знаете о человеке с которым вы работаете тем меньше шансов остаться бесчестно заработанных комиссионных вот нам нужно сделать чтобы проверить инвесторы первое проверить действительно ли его паспорт второе проверить соответствие паспорта и регистрации третье для юридических лиц можно заказать выписку играю коллеги список сайтов для проверки инвестора вы видите слева от меня давайте посмотрим на практике как пользоваться сайтами коллеги мы с вами находимся на сайте главное управление по вопросам миграции мвд россии нам необходимо проверить паспорт действительно или нет если мы немножечко спустим вниз нам не предложат ввести серии и номер паспорта давайте введем и вводим код с картинки нажимаем отправить запрос и мы видим результат по вашему запросу о действительности паспорта 6907 2332 40 получат ответ о том что данный паспорт недействителен срок действий истек поиск был произведен последующим указанным параметром и здесь вы можете проверить в данном случае если вдруг вы увидите ошибку в паспорте позвоните своему клиенту и скажите об этом еще сервис который нас интересует это соответствие документа и регистрации он бывает что очень часто не работает поэтому если вдруг попадает какую-то ошибку то не пугайтесь просто через какое-то время сделайте заново вам также предлагают ввести серию номер паспорта дата выдачи паспорта тип регистрации регион регистрации район населенный пункт улица и дом вводим код с картинки и нажимаем отправить запрос и здесь результат соответствие документа и адреса необходимые для осуществления проверки в настоящее время отсутствует поиск был произведен последующим параметром то есть данном случае у нас не видит совпадает ли паспорт с регистрацией коллеги мы с вами находимся на официальной сайте налоговой он называется его район налог здесь он нам необходим при проверке юридического лица либо индивидуального предпринимателя когда мы работаем с ними для того что нам важно понимать действующая организация или нет далее в поисковом запросе нам предлагают ввести ИННН ОГРН или ОГРП ОГРИП в данном случае мы будем вводить ИННН нажимаем найти и у нас появляются результаты поиска по ИННН 701 709 953 найден один человек это Атаманова Юлия Владимировна нажимаем нам предлагают скачать выписку ЕГРИП давайте скачаем выписку и посмотрим что там есть открываем ее выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей что мы здесь с вами видим дату формирования выписки далее ОГРИП далее мы с вами видим кто является индивидуальным предпринимателем видим пол и дату внесения изменения записи то есть смотрите 29.04.2019 было зарегистрировано ИП по этой выписке мы с вами можем сказать о том что на текущий момент индивидуальный предприниматель действует и у него есть свой бизнес значит с этим предпринимателем мы в принципе можем работать у нас никаких ограничений нет до конца